Камера, мотор. Все на места. Поехали. Привет. Мы эксперты по городским маршрутам. Я Константин Максимов. А я Анастасия Смирнова. И это наш финальный выпуск. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как они это делают? Как они решаются на эти полеты? Что должно быть у человека в голове, чтобы он такой, я полетел? И вот это вот... Я после трубы до сих пор не отошла, а тут парашюты. Тебе вопросы. Давай, шмаляй. Как тебе работа с Костиком? Какие его достоинства и достатки? Чем занимаешься, коллега? Турбины? Да. А по-моему, это солнечные батареи. Вот это охлаждение турбины. Куда ты смотришь? А можно мне? Нет? Не троню. Ладно, ладно. С Костей мне работалось хорошо. Мне нравится, что у нас получился такой некий тандем, в котором... Ну, он меня понимал. То есть редко бывает такое, что я встречаю человека в рабочей обстановке, и чаще всего наше мнение, интересы, наши взгляды сходились. Бывало такое, что мы ссорились, бывало, но все расходилось мирным путем. Редко, но каждый день. Но редко. В точке касания, перегиба, у тебя... Ты можешь удержать тройное место. Поэтому смело. Меня держат дети. Поэтому тут смело. Да, Костян, я не буду тебя держать. Вспомни ситуацию, когда вам пришлось работать в команде. Самая эпичная ситуация работы в команде, ну, наверное, квест в нефтьюганске. Это была такая мощная командная работа. До сих пор она порой стоила у меня начально перед глазами. Застя тогда, конечно, отжигала. По полной. Тыщ, 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 тыщ. Мы, кажется, там оглохли ближайшие домов. Десять от моего ора. Спасите, помогите, заберите. Я больше ничего не пойду. Настя, ползи сюда. Мы забьем его прикладом. Ну, если бы не Костя, вот правда, за это огромное спасибо. Я бы дальше, наверное, не пошла, потому что словила такую паническую атаку, что я вот просто забилась в эту стенку. Какой идти дальше? Какой квест? Темнота – это вообще главный мой страх в этой жизни. Еще какие-то зомбари, которые скребутся, орут. Да нет. Он мне такой, все спокойно, кружкой сейчас его там прикладом забьем, пошли, говорит. Ну… Дима-то житейская. А что делать? Я ему поверила, кружка, кружка. Давайте. Кружка отбиваться от него. Работать с Костей в команде не всегда было хорошо и результативно. Например, возьмем виртуальный квест, где я получила по всем возможным местам рукой, локтем, с ноги там. Спасибо ему за это. Синяки я себе заработала. От души я была искренне счастлива работать с тобой в команде. Это же было любя. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! – Дай, 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 дай. Лазертач Нижневатовский. Хорошо ли себе вела Настя? По началу хорошо, когда я побеждал, а потом она позвала на помощь каких-то двух левых чуваков, И они меня, конечно, втроем уработали. Ну, я дрался, как боженька. Ну, ладно, ладно, как боженька, пусть так будет. Ну, проиграл, да, бывает, но что? Почему не втопила на квадриках, чтобы всем показать, как крутая? Вообще-то я втопила. И втопила так, что въехала в ёлку. От души прям так. На привлоке. За арбузами полезно. Да. Ой, блин! Ой, жарко просто ножки стало. Классно, так получилось. Нет, я втопила. Просто, к сожалению, при монтаже этот момент не попал. И как только я чуть-чуть сдавала газик, у Костя тут резко включал, типа, шумахер. И такой, о, педаль в пол. Думал, что меня обгоняет. А, нифига не так. Просто я так специально делаю. Боулинг в Коголыме. Честно, выиграла? Ну, конечно, в камеру попала только одна игра, когда она победила, да. Ну, я же победила. Победила. Это было честно. Ну, была же ещё и вторая игра. Там победил я. Ну, этого никто не увидел. Этой игры не было. Не было. Это всё храньёй, провокации не было. Спросите Эльдара Муратова. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал!